Восток края от роги Салаирского кряжа больше 160 тысяч гектаров черневой тайги. Еще весной региональные власти заявляли, первый в крае национальный парк Тогул обязательно появится до конца текущего года. Год заканчивается, где же парк? Несмотря на то, что в своем послании президент сказал, что национальный парк откроется в Алтайском крае уже в текущем году, очевидно, что год заканчивается, а национальный парк все еще не создан. Представители Краевого Минприроды, ответственные за создание парка, на этом круглом столе предпочитали отмалчиваться. Правда, претензии у фронтовиков даже не к ним, а к федеральному министерству. Как нам сказали в Краевом ведомстве, правда не на камеру, регион значительную часть документов подготовил, а от коллег с Москвы до сих пор ни помощи, ни финансирования. Между тем, сам круглый стол ярко показал, далеко не все противоречия до сих пор улажены. Подождите, подождите секунду. Вы, во-первых, не даете человек ответить. Во-вторых, вы кричите. Я говорю, у нас еще есть другая в текущей. Вот знаете, я могу отличать, когда человек повышает тон или когда он не повышает. Благом особо охраняемые природные территории считают не все. Напомним, на таких землях любая деятельность, особенно рубка леса, сильно ограничена. Часть участников уверяет, как ни странно, из-за этого заповедный лес быстро стареет и гибнет. Вывод, чтобы обновлять, надо рубить. Причем срочно. И смена пород, когда произойдет вот эта трагедия через 50 лет, на пороге которой мы находимся, когда мы потеряем леточный борт, от того или иного катаклизма, будь то болезнь, будь то лесной пожар, природа разберется. Спасибо. Между тем были и те, кто смог объяснить минусы образования национального парка для местных жителей спокойно, с толком и расстановкой. Глава Тогульского района напомнил, сейчас экономика его земли во многом держится благодаря фирме, которая занимается именно вырубкой леса. В случае реализации в таком виде проекта по национальному парку, эта фирма у нас исчезнет в районе. А эта фирма на сегодняшний день, это фирма единственная, которая хозяйствует очень с головой, мудро, которая обеспечивает три района, Тогульский, Лицовский, Критлановский топливом. Это единственная фирма, которая занимается на сегодняшний день охраной лесов, я имею в виду от пожара. Но как бы то ни было, напомнили в ОНФ, создание нацпарка в рамках нацпроекта «Экология» – это как-никак поручение президента. Выполнять его придется. И экономику перестраивать, если нужно. Тем более, напомнили специалисты, во всем мире нацпарки – это не только охрана природы, но и туризм. По итогам круглого стола ОНФ возможно напрямую обратиться в Минприроды России с просьбой помочь ускорить процесс создания нацпарка, чтобы выполнение поручения президента не затянулось на долгие годы. Тем более, что на подходе еще один национальный парк – Горная Колывань. Его необходимо создать уже к 2023 году. Пелья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.